Доброй ночи, Страж! Это экспресс-обзор статьи на этой неделе в Банже от 20 июня 2019 года. И вот что у нас из новостей. Разработчики прямо сейчас проводят стрим, на котором идёт благотворительный сбор средств в поддержку детского госпиталя Святого Иуды, занимающегося проблемами лейкемии и различными другими формами рака. Пожертвовать любую сумму можно по ссылке в статье. Я оставлю её, конечно же, под видео, как всегда. Также разработчики напомнили о том, что 25 июня стартует героическая версия Паноптикума и рассказали об изменениях в режиме. Уровень силы врагов начинается с 750, но максимальный уровень силы составит 770. В героике будет отсутствовать автоматический подбор игроков, так что ищите команду. Анонсированы еженедельные уникальные модификаторы, но без подробностей. А если вся команда вайпается, то она вернётся на орбиту и придётся начинать испытания сначала. Те же условия касаются и счёта. Если вы не смогли набрать 100% прогресса после прохождения всех этапов, то команда вернётся на орбиту. Пообещали и уникальные триумфы, награды и испытания, но тоже пока без подробностей. Подходит к концу Pride Month, месяц, посвящённый секс-меньшинствам. По этому случаю в Bungie Store появился яркий значок, который любой желающий может приобрести с сегодняшнего дня. Если при попытке приобрести его вам пишет, что значков не осталось, разработчики напоминают о функции «Сообщить о поступлении». Этот пин также коллекционный, о чём предупредила студия. Поделились инфой о комплектах изданий грядущего дополнения «Обитель теней». Электронные копии будут отправлены в комплектации. Код на само дополнение и код на внутриигровые бонусы. Также в комплекте будет идти саундтрек в дополнение. А вот физическая коллекционка, кроме самого дополнения, будет включать в себя код на эксклюзивную эмблему, реплику криптоглифа Улья, стилбокс, артбук на 40 страниц, лунный дневник на 140 страниц и некий артефакт Золотого Века. Все физические издания отправят до 17 сентября, чтобы они дошли до игроков как можно раньше. И ещё раз напоминают ответ на вопрос, который я видел в комментах. Нужно ли покупать игру заново на всех платформах, на которых планируешь играть? Destiny 2 будет доступна бесплатно под именем New Light. Покупать нужно будет только дополнение. То есть, если вы планируете играть и на PS4, и на ПК в актуальный контент, вам нужно купить дополнение и там, и там. Это главные новости. С остальными вы можете ознакомиться в полной статье по ссылке в описании к ролику. Счастливо! 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 Продолжение следует...